Русь Крещеная На телеканале «Север» время новостей. О главных событиях Нинецкого округа расскажут наши корреспонденты в студии Алина Волчейская. Торжественный прием от имени президента России по случаю тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира состоялся в Кремле. На приеме присутствовали представители Русской Православной Церкви, государственные и общественные деятели. Значение этого события, обретение народам веры и духовной опоры невозможно переоценить. Очевидно, что Крещение стало ключевым поворотом всей российской истории, государственности и нашей культуры. Наш общий долг – чтить этот судьбоносный этап развития России. Напомню, в 2015 году в России отмечается тысячелетие представления святого равноапостольного князя Владимира. Церковь приравнивает деятельность Крестителя Руси к деяниям апостолов Христа. В конце XIII – начале XIV веков князь Владимир был причислен русской православной церковью к лику святых в чине равноапостольного. День его почитания является Днем Крещения Руси. Что касается массовой христианизации жителей Тундры, ее удалось провести духовной миссией под руководством архимандрита Вениамина в 1825-1830 годах. За пять лет миссионерами было обращено в христианскую веру более трех тысяч самоедов. До единого дня голосования осталось чуть больше месяца. Напомню, 13 сентября этого года выберут губернатора Архангельской области, а также депутатов по двум многомандатным округам городской совет, главвеликовисочного и телевисочного сельсоветов. Последний прием документов в избирательной комиссии завершился 27 июля. Сейчас узнаем все подробности о выборной кампании 2015 года у нас в студии председатель избирательной комиссии Неницкого округа Георгий Попов. Георгий Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, об особенностях избирательных кампаний 2015 года. То, что касается особенностей избирательной кампании текущего года, могу подчеркнуть главную и единственную особенность данной выборной кампании – это выборы губернатора Архангельской области. Чтобы избирателям был понятен смысл данной кампании, она заключается в следующем. Несмотря на то, что Неницкий автономный округ является самостоятельным субъектом Российской Федерации, имеет свои органы власти, которые мы с вами избрали в прошлом году губернатора, окружной парламент. Но, тем не менее, по своему конституционно-правовому статусу он территориально входит в состав области. И, соответственно, с этим губернатор нашего соседнего региона Архангельской области избирается по единому избирательному округу, который включается в вся территорию Архангельской области и Неницкого автономного округа. В соответствии с этим все избиратели, проживающие на территории округа, также будут участвовать в этой выборной кампании и голосовать за кандидатуры тех или иных кандидатов в губернаторы области. То, что касается местных выборов, как вы уже сказали, да, у нас состоятся выборы в Великовисочном сельском совете, это также досрочные выборы главы Великовисочного сельского совета. Там мы изъявили своё желание пятеро кандидатов, из которых четверо на сегодняшний день уже зарегистрированы. Плановые выборы с истечением срока полномочия у нас проходит в муниципальном образовании Телевисочный сельский совет. Будут выбирать главу, выдвинулись три кандидата, один из них уже зарегистрирован на сегодняшний день. И также там состоятся выборы, довыборы, дополнительные выборы депутата по многомандатному избирательному округу. Номер один — это село Телевиско. Выдвинулись четыре кандидата, один также зарегистрирован. И по городу у нас будут, ну можно сказать, самые большие выборы относительно количества кандидатов по двум многомандатным избирательным округам. Это избирательный округ номер 4, портовый, и избирательный округ номер 5, центральный. Там должны будут довыбрать по одному депутату в этих округах. На сегодняшний день в городе выдвинулось самое большое количество кандидатов. По центральному округу выдвинулось 10 кандидатов, по портовому выдвинулось 13. Итого 23 кандидата. На сегодняшний день четверо из них уже зарегистрировались. В ближайшую где-то неделю, ну дней 9-10, избирательные комиссии, которые организуют выборы, должны будут рассмотреть все те документы, которые представлены кандидатами для регистрации. И, соответственно, примут решение о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидатам, которые изъявили желание баллотироваться на те или иные должности. А сам процесс выборов 13 сентября, он будет проходить как обычно или будут какие-то особенности? Ну, сам процесс выборов, он будет проходить как обычно. То есть единый день, который у нас законом закреплен, это 2 воскресенья сентября. Все участковые избирательные комиссии, напомню их, на территории округа 51, они будут работать. Время голосования с 8 утра до 8 вечера. Ну и, соответственно, после 8 вечера будет подведение итогов. Вот, каких-либо особенностей здесь нет. Единственное, что могу сказать, по выборам губернатора области предусмотрены открепительные удостоверения. Если гражданин не сможет в день выборов прибыть на свой участок, соответственно, он имеет право получить открепительное удостоверение. И, находясь на территории округа либо области, он может прийти на ближайший участок и, соответственно, по данному открепительному удостоверению проголосовать на выборах губернатора области. Ну а, соответственно, по местным выборам здесь необходимо быть на своих участках, потому что за пределами этого участка, за пределами избирательного округа избиратель не сможет проголосовать за кандидата, либо на главу, либо на депутата по своему муниципальному образованию. Спасибо, Георгий Александрович. Я напомню, гостем студии был председатель избирательной комиссии Ненецкого округа Георгий Попов. После небольшой паузы вернемся к другим новостям. Готовься они летом. Представители окружной власти проверили состояние котельных в селах Нижней Печорья. Автомобиль на средства маткапитала больше не купишь, равно как баню или гараж. Новые поправки в окружной закон о материнском капитале обсудили на брифинге. Во всех котельных на территории региона идут подготовительные работы к осенне-зимнему периоду. В этой связи представители департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа совместно с сотрудниками администрации Заполярного района и Севержилкомсервиса посетили с рабочим визитом села Великовисочное и Оксино. В ходе проверки выяснилось, что в котельной номер 2 села Оксино проведен демонтаж старых котлов и подготовлены фундаменты для установки новых. Оборудование уже закуплено. В настоящее время осуществляется его доставка. Кроме того, комиссия проверила работу дизельных электростанций, населенных пунктов и обследовала блочно-модульную водоподготовительную установку в селе Оксино. У нас котлы подошли, будет монтаж производиться на этой неделе или на следующей сразу. Замена идет трех котлов на одной и на другой котельной по повышенной мощности, чтобы обеспечить жилые дома, 500 объекты и непосредственно спортзал. Также комиссия проинспектировала котельную номер 1 Великовисочного. В ней также проведен демонтаж изношенного оборудования и подготовлены фундаменты для установки новых котлов. Кроме того, специалисты МКУ провели подготовительные работы и осуществили демонтаж изношенного участка теплотрассы от котельной до водоподготовительной установки жилых домов. В ближайшее время котлы, трубы и другие материалы будут доставлены в Великовисочное, после чего планируется выполнить работы по прокладке подземных теплотрасс от центрального теплового колодца до зданий больницы, дома культуры, детского сада, библиотеки и двух жилых многоквартирных домов. Тем временем в Великовисочном разгорается скандал вокруг жилья, выделенного малоимущим семьям. Оказалось, что квартиры, куда не так давно местные власти поселили людей, находятся в состоянии, которое иначе как аварийным не назовешь. Делом уже заинтересовалась государственная инспекция жилищного надзора. Выяснилось, что обслуживать двухэтажку попросту некому. Подрядчик, который строил дом, устранять нарушения не спешит, а их более 13. И все грубейшие. Обладатели новеньких квартир все вопросы хотят решить до наступления холодов, когда жить в опасном доме станет еще труднее. Олег Хатанзейский оценил качество работы строителей. Ну у нас, конечно, полнейшее безобразие здесь, да. Не успели счастливые квартиранты толком обжиться, как новенькая двухэтажка спустя всего два месяца после сдачи стала разваливаться. Буквально на глазах. Дома, конечно, холодно. У нас очень много тут и потолки обваливаются, и полы холодные у нас, и вода у нас тут вытекает с унитазов. Проблемы есть в каждой квартире. Кроме кошмарного холода, и это только лето, огромных щелей в стенах и трещинах на потолках в жутком состоянии находится сантехника. По мнению новоселов, строители закупили материалы по принципу, что подешевле. Таким образом, подрядчик решил сэкономить. Причем в документах об изменениях ни слова. А вот куда делась разница, ответ, говорят люди, очевиден. Ведь на возведение дома компания «Стройинвест» во главе господина Воробьева получила 30 миллионов рублей. Годит, торчат, он полулинолеум, он все везде выворачивает. Вон в подоконниках там ничего, нету, пустота. Жить, а точнее выживать в таких условиях, доведенный до отчаяния Сергей Бараков, не намерен. Он бы рад переехать до некуда этой квартиры. Мужчина и его семья ждали не один год, но долгожданное новоселье превратилось в грустный праздник. Принимали квартиры, квартиры за*** были. Ой, извините. Ну, гадость была. За*** была, все, унитазы, тут матрасы. Когда дома сдают, по идее, в городе, смор работал, мы квартиру сдавали. Там мастер велел нам квартиру, штукатуру убирали, окна мылись, там полы, сено все вымывали, все везде. А мы тут квартиры, зашли в эти квартиры, тут грязь, матрасы, окурки, там все, матросы, стеклопакеты, грязь, тут все, короче, квартиры, пока квартиры надо было дня два-три вымывать. За окнами картина куда печальнее. Вокруг дома огромная свалка из строительного мусора. Однако навести порядок во дворе подрядчик тоже не торопится. Хотя строительная компания обещала это сделать, как и провести ремонт в доме еще в начале лета с открытием речной навигации. А по идее, вы ведь обещали раньше времени, а с открытием навигации мне говорила глава. Вы гарантийное письмо посмотрите, глава там кто-то путает. А по гарантии? По гарантии до конца этого самого навигационного сезона. В итоге, по словам гендиректора «Строинвест», все работы начнутся только в середине августа. Подрядчик пообещал, виску направят судно с необходимыми материалами и бригадой строителей. А вот исполняющий обязанности главы сельсовета господину Воробьеву, мягко говоря, теперь уже не доверяет. А то, что на словах было с началом навигации, это бесполезно, да? Значит, факт в том, что все-таки Воробьев обещал вам еще с начала открытия навигации приехать. Да, как только снег сойдет, мы приедем, все сделаем. А полтора месяца назад он попросил, чтобы мы открыли на чердаке окошки, потому что через неделю приедет Ибрагим, это его вот сотрудник, и будут все делать. Но слова в дело так и не превратились. Тем временем в интернете появилась любопытная статья. В начале этого года госстро-жилнадзор уже проводил проверку в доме, который буквально трещит по швам. Тогда со стороны подрядчика специалисты насчитали 13 нарушений. Все являются грубейшими. Вот только одно из них. Древесина, применяемая для устройства кровли, имеет многочисленные пороки. Биологические повреждения, грибные окраски, плесень и так далее. Что может свидетельствовать о том, что применяемые материалы не соответствуют проектному, что является отступлением от требований проектной документации. А несколько недель назад в специальной комиссии выявлен ряд новых нарушений. Уже в квартирах у многих семей в комнатах просели полы. Но главное – это жуткий холод. Сейчас в помещениях не больше 10 тепла, и это с работающими радиаторами. Местные власти от подрядчика твердо намерены добиться хоть каких-либо действий. Главное, говорят новоселы, чтобы весь этот кошмар закончился до наступления холодов. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов, Телеканал «Север», Великовисочная. Семьсот семьдесят семь сертификатов окружного материнского капитала. Столько документов выдано администрации округа с июля 2011 года, когда был принят соответствующий закон. Изначально денежные средства можно было тратить на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования и специализированной медицинской помощи. Затем список расширили еще на пять пунктов. Родителям разрешили строить бани, развивать подсобные хозяйства, приобретать автомобили и лодки. Выявилась проблема, особенно в сельской местности, когда граждане у микрокредитных организаций брали кредиты под недостающуюся часть суммы, вкладывали материнский капитал. С кредитом рассчитаться не могли своевременно. У них изымались купленные за материнский капитал транспортные средства, и граждане оставались просто ни с чем. Чтобы исключить такие случаи, в закон внесли поправки, убрали из списка покупку автомобиля. Туда же попали строительство бань и гаражей. Законодатели рассудили, эти объекты не в полной мере рассчитаны на ребенка, как должно быть по закону. Поправки вступили в силу 1 июля и будут действовать до 1 января следующего года. На брифинге обсудили еще одно нововведение в сфере социальной защиты – реабилитацию нарко- и алкозависимых. С этого года пациенты, состоящие на учете в окружной больнице, могут бесплатно пройти реабилитацию в одном из трех центров России. Для того, чтобы направить на реабилитацию человека, он должен получить лечение, сначала медицинское, в течение 21 дня. Оно связано с выводом из физической зависимости. А в дальнейшем, после того, как перестали потреблять психоактивные вещества, направляется, обращается, выдается направление, делается медицинское обследование, выдается направление и гражданин обращается сюда с целью дальнейшего получения направления в одной из организаций, которая занимается ресоциализацией и реабилитацией. На сегодняшний день в окружной больнице стоят на учете 24 пациента с диагнозом наркомания и 3000 алкозависимых. Все они могут получить консультацию и помощь в наркологии и комплексном центре социального обслуживания. Валентина Чебич и Клеонид Шишелов, телеканал «Север». Медведя обезопасят от людей. Об этом не только через несколько секунд. Мишка в режиме онлайн. Жители округа смогут наблюдать за косолапым любимцем через всемирную паутину. Обезопасить медведя от людей. Наринмарский мишка попал под прицел круглосуточного наблюдения. У клетки со зверем установили видеокамеру. Руководство заповедника Ниинский заключило договор с Ниинской компанией электросвязи. Специалисты уже установили оборудование, под обзором которой находится вольер и пространство перед ним. Видео с камеры будет транслироваться в режиме онлайн на сайте НКС. У нас стоит вопрос по охране медведя, но так как средств на его охрану не хватает, то есть дополнительно решили установить камеру. Данные с камерой будут выводиться также на пульт охранного предприятия, то есть у которого работает оперативная группа здесь в районе факела и искателей. Если какие-то противоправные действия происходят, то оперативная группа в течение 3-5 минут будет уже здесь на нашей территории. По словам руководителя заповедника, нередки случаи, когда посетители приносят медведю еду в травматичной упаковке. Такой случай произошел в июне. Медведь порезался консервной банкой из-под сгущенного молока. Специальная памятка и видеокамеры помогут обезопасить косолапого от травм. Индигу Нижнепечорья обеспечат морожкой. Об этом заявила 28 июля на еженедельном оперативном совещании председатель окружного потребительского общества Наталья Кордакова. У нас одна из простых деятельностей является заготовительное, архиважное, две эти недели для закупки морожки. В этом году не уложено в Харуте. Нет морожки у нас и винтики. Мы сейчас прорабатываем транспортную логистику для того, чтобы винтику доставлять с Омы. И если мы ежегодно выезжали, Омское потребительское общество уезжало у нас на Маргаритинскую ярмарку, у нас были подготовлены специальные костюмы. Вместе с запоядным районом мы ставили чум и продавали где-то до полутонны морожки. Причем, значит, реализовывали на 200 рублей дешевле всех остальных. То в этом году мы эту морожку для производства повезем винтику. Кроме профессиональных заготовщиков, ягодники-любители вышли на поля. Ягода вкусная и полезная, просто кладезь витаминов. Отыскать ягодные места в тундре отправилась Валентина Чибичек. Как только не называли морожку в стародавние времена. Очи болотного, болотный янтарь, болотный стражник, маховая смородина, северный апельсин, арктическая малина. И это единственная ягода, которая рождается красной. Созревая, она становится янтарной. У каждого северянина свои заветные места, где он собирает эту замечательную ягоду. И все они по болотам в окрестностях Наренмара, много ее в тундре по Лаевожской Усинской дорогам, начиная с третьего километра и дальше. Особенно у моста через реку Северная. Принято считать, что собирают ягоды, налитые соком. Спросите у любого ягодника, и они вам подтвердят. Да, именно такие собирают и сразу в рот. А в набирку, так называют емкость, куда кладут ягоды, набирают желтые плотные ягоды, причем сразу с чашелистиком. Такие в дороге не помнутся, а дома, разложенные на бумаге, созреют за сутки-двое. Когда с бумаги соберете желтые ягоды, чашелистики не выбрасывайте. Это мощное лекарство от сердца и простуды. Заваривать как чай и пить на здоровье. В ягодах же содержится большое количество полезных веществ. Клетчатка, витамины. По содержанию аскорбиновой кислоты ягоды превосходят апельсины, а каротина в морожке содержится в несколько раз больше, чем в моркови. Я уже не говорю про фосфор, калий, железо и кобальт, и органические кислоты. Ягода с таким составом лечит много болезней и даже восстанавливает зрение. Народы севера используют морожку для лечения цинги и авитаминозов. В начале лета, когда морожка цветет, я примечаю выгодные поляны. Ягода созревает через месяц, а при холодном лете к началу августа. Враг у морожки один – ветер. Сдует цветы и нет урожая. Но уж если ягода уродилась, надо собирать. Можно варенье варить. Его в народе называют жуй-доплюй. Из перезревших мятых ягод хорошо сделать соки. Смешать с сахаром примерно один к двум. И сразу, пока желе необратимо не застыло, разлить по емкостям. Морожка необычайно богата пектином. При должной сноровке из золотистого желе можно столовым ножом вырезать фигурные украшения для праздничного стола. А еще ягоду можно заморозить. Зимой пироги с морожкой – милое дело. Вот такая ягода. Это были новости от наших корреспондентов. Напомню, телеканал «Север» вы можете смотреть в пакете НТВ+, Триколор, кабельном вещании и в IP-телевидении НКС, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Ну а далее прогноз погоды.